ВЕЛИКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО Евангелие от Марка, 14 глава, 43 по 52 стих. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, — Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, — Рави, Рави! И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, — Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писание. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Размышления, часть первая Поцелуй Иуды Евангелие от Марка, 14 глава, с 43 по 46 стих Как только Иисус в Гевсиманском саду завершает молитву, появляется Иуда с толпой вооруженных людей, присланных из храма. В саду очень темно, поэтому Иуда велит им хватать того, кого он поприветствует поцелуем. Поцелуй в те времена на Востоке был выражением сокровенных чувств, любви и уважения. Для ученика было естественно подобным образом проявить почтение к Учителю. Однако Иуда, искусившись вознаграждением, без зазрения совести, предает Иисуса поцелуем. Давайте не уподобляться Ему, позволив удовольствием этого мира увлечь нас, а относиться к Христу с искренней любовью и преданностью. Какие искушения толкают Вас не на предательство Христа? Как Вы можете не дать мирским удовольствиям завладеть Вами? Размышления. Часть 2. Бегство учеников. Евангелие от Марка, 14 глава, 47 по 52 стих. Когда толпа приближается, чтобы схватить Иисуса, один из учеников вытаскивает меч и нападает на слугу первосвященника. Однако Иисус не оказывает сопротивления, а смело заявляет, что на нем нет никакой вины. Хотя Он безгрешен, Он добровольно отдает Себя, зная, что пришло время Ему исполнить свое предназначение на земле. Толпа все ближе, и ученики разбегаются. В критический момент Иисуса предает не только Иуда, но и все остальные. Мы тоже изменяем Христу, когда не повинуемся Его слову. Но Он никогда не предает нас. Всегда ждет, что мы вернемся к Нему. Когда вы проявляли непослушание Божьему Слову, как вы сегодня можете остаться верным Ему? Молитва. Отец Небесный, спасибо за Твою удивительную благодать. Даже в моменты моего предательства Ты никогда не ставишь на мне крест. Помоги мне каждый день помнить о Твоих благодати, чтобы еще сильнее любить Тебя и ближних. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!